От чистого истока, прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю тву. Азот-Сити – это город в миниатюре. Он состоит из нескольких интерактивных зон, в которых юные гости праздника знакомятся с разными профессиями. У детей глаза разбегаются. Так много здесь разных специальностей. Можно попробовать все, без ограничений. В дизайнском антене. Мне понравилось создавать свою брендовую бандану, раскрашивать, там, трафарет, всякое. Потом мне понравилось там, в лаборатории, и здесь тоже в мастерской понравилось. Мне было интересно, когда мы делали опыты. Взрослым тоже можно попасть в Азот-Сити, но только в сопровождении детей. У меня ребенок очень доволен, получил очень много призов. Мы очень благодарны Азоту за такие мероприятия. Почаще, почаще приглашайте, мы будем их посещать. Нам очень понравилось. Очень много разных площадок, локаций. Дети очень довольны, и это главное. На этом мероприятии впервые привел детей. Все очень понравилось. Особенно понравилось выкручивать собаку из шариков. Вот проходим, все по порядку. Зарабатываем Азоткоины. Азоткоины – это валюта города Азот-Сити. Да, здесь объясняют, что любая работа должна оплачиваться. Поэтому ребята получают зарплату. Данный проект реализуется в рамках программы «Уралхим детям». Здесь в основном присутствуют дети, сотрудники предприятия Азот. Ребенку всегда интересно, чем папа с мамой на работе занимаются. Объяснить сложно. А здесь у них есть возможность прийти своими руками, попробовать химические опыты сделать, соорудить домик, сделать спецодежду и даже поучаствовать в работе конструкторского отдела. Игрушечные деньги юные сотрудники смогут потратить в потешном дворе, где работают батуты и продаются сувениры. Но Азот-Сити – это не просто аттракцион. В 2023 год указом президента России объявлен годом педагога и наставника. И в рамках этих мероприятий филиал Азот организовал для детей-азотчиков квест-игру Азот-Сити, в ходе которой наставники познакомили юных участников с интересными профессиями. Данное мероприятие несет в том числе и профориентационное направление. Оно знакомит детей с различными производственными профессиями, которые помогают детям в дальнейшем сделать уже какой-то более осознанный выбор, узнать, что есть и у нас на производстве в филиале Азот, в какое направление, возможно, им стоит в дальнейшем двигаться. Как нас заверили организаторы, уже в ближайшей квест-игре добавятся совершенно новые площадки, связанные с электрикой и электроникой. Уже сейчас над этим работают специалисты. Сергей Стерхов, Кирилл Яранцев. Наши новости.